в общем хочу сказать то что не сказал во второй части видео в первой части видео да блин записывал сегодня столько косяков в общем ничего не записалось вот сейчас повторную запись сделаю в общем что хочу сказать-то быстренько сейчас счетчики батар у меня он прослужил 48 49 месяцев и круче сгнивает магнит и щечка останавливается что пишет в паспорте фирма better на водяной счетчик пишут что срок эксплуатации а срок службы изделия нету блин средний срок службы щечка 12 лет враньё никаких 12 лет он не прослужит 4 года магнит сгнивает и все если сдадите на проверку признают негодным и скажет покупайте новые счетчики плюс вы еще заплатили за проверку смысла нет магнит гниет не знаю в новых может быть 2015 года выпуска там уже какой-то другой магнит который не гниет я не знаю новый рассчитан на 6 лет с новыми я не сталкивался у меня вот стоит 15 год магнит сгнил 9 год вот он счетчик тоже магнит сгнил в общем новый покупать я не хочу батаровской больше фирмы обманывают тут написано гарантийный срок эксплуатации 42 месяца дня ввода в эксплуатацию а у меня он вышел на 48 месяца не 42 ну так ребята так сказать подстраховались в общем туфта эти счетчики батаровские был в магазине смотрел счетчики минул минул немецкие потом валтек очень минуловские 20 лет у них ресурсы более валтека 15 лет проверочные интервалы у обоих по 6 лет но дело в том что и видимо производителей кто-то заставляет ставить такой промежуточный интервал в общем коррупция и бандитизм процветает люди это надо же каждый 6 лет по 6 лет обувать на 80 миллиардов рублей если посчитайте возьмите калькулятор сколько населения россии плюс каждые 6 лет населения срубать по 80 миллиардов счетчик один тысячу стоит вот что еще хотел про счетчики газовые better сказать сестра у меня нет нет вот миноловские счетчики можно поставить просто проверку потом проводить все и не париться и не долго прослужит но не про то написано 20 лет и более при условии заполнения камеры на техническая документация в паспорте смотрел ладно про газовые счетчики better такая вот история кратко которая произошла с моей сестрой в общем счетчик тоже рассчитан на 12 лет там в общем сила батарейка вот такая вот батареечка нет вот такая батареечка за четыре года за три сажается вот литий-ионовая 36 вольт не аккумулятор в общем что производитель даже не поставил туда аккумулятор не сделал даже гнездо чтобы заряжать этот аккумулятор или допустим окошечко чтобы съемная была батареечка заменила все закрыл в общем что произошло села батарейка если вас села батарейка никому не звоните делаем что выкручиваем значит не повреждая пломбы болтик он там коротенький снимаем прорезаем лезвием корпус и корпус там пломбочки лезвием аккуратненько и все вынимаете батареечку идете в радиомагазин где всякие радиотехнические детали у них такие батарейки должны продаваться вот на 36 вольта литий-ионовая обычная батарейка ставите припаивать все закрываете крышкой и вкручиваете все как ничего не было продолжайте дальше пользоваться счетчиком тем более он рассчитан на 12 лет вот ну а если вы звоните в газовую компанию как произошло с моей сестрой говорить что у вас вышел счетчик потухли цифры в общем что произошло она позвонила все сказали счетчик меняете или там сдавайте на проверку проверка вообще у нас в другом городе аж там бред в городе даже нет проверки в общем чем мы сами ее муж снял хотя и говорил давай я сниму не повредай пломбы очень повредили пломбу все-таки заменили батарейку мастер пришел с этой газовой компании говорит я сделать уже ничего не могу так как вы уже позвонили начальство в курсе это надо было все делать никому ничего не говоря просто самим заменить батареечку и продолжать дальше счетчиком пользоваться а когда человек придет это счетчик проверяет посмотрит пломба на месте все и уйдет никто там под лупой разглядывать заводские пломбы которые вот прорезаны бритвочкой не будет а если их это аккуратненько прорезать корпус вставляете и все и пломбочка плотненько с плотно встает и там даже не увидишь без лупы что там она сорвана или прорезана в общем вот так смотрят они только свою пломбу так сказать заводскую может быть смотрят при когда первый раз устанавливают а последующие проверки смотрят свою пломбу сзади на болтах и все в общем так вот не попадайте сентяболе и щечки газовые батар дорогие по 2400 есть другие аналоги более нишели нечего буржуям переплачивать вот кстати тех кто на воду щечки ставят по постановлению российской федерации правительства номер 344 не обязан платить о дн но это так для общего сведения и кстати кто платит за горячую воду зимний период должны знать что вода уже и горячая оплачена она хоть стоимость за отопление потому что горячая вода является побочным продуктом отопления потому что проходит горячая вода сначала по батареям а потом попадает вам в кран так сказать горячая вода в общем с нас берут две шкуры в общем и хотел я купить дешевый счетчик думал я вообще хочу отказаться от горячей воды поставить пак на 80 литров так как получается горячая вода с баком на 80 литров электро получается дешевле чем платить закуп горячей воды 100 рублей там или 90 в разных городах по-разному в общем решил такими методами бороться а счетчик не знаю как отказаться от горячей воды наверно они не ставят пломбу ну счетчик стоит но он не крутит кран перекрыт все буду пользоваться с бака часто это у меня проточный но его не хватает потому что четыре человека и придется бак поставить на 80 литров купить вот так что будьте внимательны и смотрите паспорта читайте в интернете как что люди делают узнавайте сколько стоят проверки так далее ну я думаю лучше купить один счетчик на 20 лет и более миноловский немецкий и не париться сдавать на проверку и все хотел я думал купить дешевый счетчик за 500 рублей но на горячую поставить его наверно у него тоже написано интервал 6 лет 40 служб на 12 лет я думаю до 20 лет он 20 лет он точно не прослушал как миноловский но я приехал они уже старые там смысл проверку сдавать опять ставить это он не будет с них тут уже в тысячу я проще куплю за тысячу миноловский за 1100 и там поставлю его пусть он три года простоит допустим три года на складе провалялся пофигу через три года я его опять проверю и уже в интервал будет 6 лет а может быть уже его удлиняют до 10 лет межпровещенный интервал зато будут стоять долго и в общем тем самым нужно на что сэкономить ну что его не будут заново производить загрязнять экологию вот если эти постоянно покупать это надо сдавать на тонь давать латунь и пластмасса будет у вас дома копиться а так один поставил сдаешь все и не надо новый покупать тем самым не будет загрязняться экология на производстве металл тратится в общем так можно сделать не знаем буду искать варианты ну есть куплен счетчик на газовую поставлю не до 10 числа на поставить в общем отпишусь покажу чё я купил чё поставил как решил проблему свою очень буду решать но если кому что понравилось ставьте лайки есть русское слово любовь замена лайка ну в общем вот так кому понравилось что-то для себя подчеркнете в общем вот так в общем счетчик поставлю чё по какой поставил покажу отпишусь буду звонить час магазины выяснять пусть на складе смотрят какая-то дата производства может быть все-таки куплю этот миноловский счетчик не хочу и бы таровский покупать ну хоть не хочу и все они меня уже один раз обманули и я что первый человек они обманули уже многих с этими бумагами гарантийный срок 42 месяца выходит он на сорок восьмом день месяце 49 ну пусть 50 месяц и проверкой может никакая не поможет я говорил в первых видео либо и знаете как покупать раскрывать ну допустим дешево купил за 500 рублей его раскрыл и крыльчатку залил у меня сейчас крыльчатка там сумки лежит залил ее магнит залил каким полиэтиленом пластмассы чтоб он не гнил но тогда то счетчик дешевый будет вам слушать долго там фишка вся то что магнит гниет вот и все вот в этом вся беда в принципе все спасибо